Приветствую всех, я Александр Колодей и это система, канал оперативной и качественной аналитики. Мы экономим ваше время и анализируем только то, что действительно имеет значение. Впервые за долгое время состоялся визит, совместный визит трех лидеров ключевых европейских стран в Украину. Публично Киев от Франции, Германии и Италии получил заверение в поддержке, как политической, так и военной. Но кулуарно, уверены многие эксперты, тройка обсуждала с украинским президентом потенциальный план примирения с Россией. На каких условиях, об этом прямо сейчас. Поехали. Итак, Киев посетили лидеры ключевых государств Старой Европы. Президент Франции Монель Макрон, немецкий канцлер Шольц и итальянский премьер-министр Марио Драги. Они прибыли в столицу Украины на специальном поезде. Событие, безусловно, незаурядное. Впервые за последние годы состоялся совместный визит лидеров сразу трех стран Большой Семерки в Украину. Да еще и на фоне масштабных военных действий. Неопределенность по поводу визита Макрона, Шольца и Драги сохранялась до последнего, а их прибытие в Киев сопровождалось приветом из Москвы, воздушной тревогой по всей территории Украины. Итак, с чем приехала тройка европейских лидеров? Мы привезли украинцам сигнал о консолидированной европейской поддержке. Об этом только сойдя с вагона на Киевском вокзале заявил французский президент Макрон, который ранее отметился призывами позволить Путину сохранить лицо. Наше послание украинцам, европейская солидарность с украинским народом и наша всесторонняя поддержка и сейчас, и в будущем. В ходе визита лидеры Франции, Германии и Италии посетили разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Сопротивление украинцев, героизм, достойный уважения и Киев должен иметь возможность и дальше сопротивляться и получать преимущество, заявил Макрон и Шольца. Немецкий канцлер вновь пообещал предоставить Украине оружие. Германия давно сломала свою многолетнюю государственную традицию. Мы начали поставлять Украине оружие, и мы будем делать это и дальше столько, сколько Украина будет в этом нуждаться. Впрочем, на практике до сих пор у немецких властей находилось множество аргументов, чтобы ни одна из единиц техники пока так и не дошла до Украины. Берлин всеми силами пытается не усугублять конфликт с Москвой, а в немецких политических и бизнес-кругах, несмотря на военную агрессию России, некоторые до сих пор были бы не против вернуться к тем отношениям, которые сохранялись между Россией и Германией последние годы. Вместе с тем, по итогам встречи Зеленского с лидерами Франции, Германии и Италии, все трое единогласно высказались за предоставление Украине статуса страны кандидатов члены Евросоюза. Решение о предоставлении этого статуса ЕС примет во время саммита 23-24 июня. Но что стоит за этими заявлениями о поддержке Украины? Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях, какую зраду Запад предлагает Украине и что ответит Киев. Германия, Франция и Италия – это те страны, которые активно продвигают идею дипломатического урегулирования, пусть и ценой тяжелых для Украины компромиссов, и необходимости скорейших переговоров между Украиной и Россией. В мае Италия уже предлагала свой вариант так называемого мирного плана, который впоследствии, как вы знаете, спустили на тормоза. Во время визита в Киев итальянский премьер Драги пообещал помочь с восстановлением разрушенной российскими оккупантами инфраструктуры, а также заверил, что мир с Россией возможен исключительно на украинских условиях. Мы все хотим мира. Мы не хотим новых разрушений украинских городов. Но для достижения мира Украина должна обороняться. Мы не будем предпринимать какие-либо действия, не учитывая волю Украины. Мир должен быть таким, каким его хочет видеть Украина. В то же время украинские политики не отрицают, что то и дело получают от западных партнеров различные сигналы о возможных вариантах урегулирования конфликта. И старая Европа не прекращает попыток написать свой мирный план для Украины. И не исключено, что обещание статуса кандидата в ЕС может выступать своего рода компенсацией Киеву за компромиссы, которые позволили бы заморозить активную фазу войны. Со своей стороны Киев неоднократно и весьма прямо заявлял, что никаких уступок России не будет. И торговать территориями и суверенитетом Украина точно не собирается. Принципиальный подход, при котором прекращение огня в обмен на неопределенность относительно оккупированных территорий, вот этот принцип бы отвергнет. Потому что план же что предусматривает? Прекращение огня, то есть сохранение статус-кво относительно позиций сторон, и дальше уже какой-то переговорный процесс относительно статуса этих территорий после 24 февраля оккупированных. Это не может устроить украинскую сторону ни в каком виде. Потому что, во-первых, есть некий бэкграунд, опыт того, как такие планы реализовываются. Они приводят к Минску. А Минск мы знаем, чем кончился. Минск-трик, как вероятный возможный вариант дальнейшего заключения такого рода договоренности, реализации, он не устраивает Киев. Потому что, еще раз повторяю, это размен война на де-факто потерю территории. Да, цена такая, которую поставил Запад. Вы продолжаете воевать, но гибнут люди. Это сказывается на европейской безопасности, на европейской экономике, на всех сторонах жизни. Либо, соответственно, вы входите в переговорный процесс с непредсказуемым его исходом. Об этом мы, кстати, говорили с известным российским общественным деятелем Марком Фегином. Это интервью уже на системе. По его версии, Киев отверг предложение тройки об уступках Путину. Приглашаю вас посмотреть это интервью. Ссылка в описании. Итак, накануне саммита, который может принести Украине статус кандидата в члены ЕС, Владимир Зеленский призвал европейских лидеров поддержать украинцев положительным ответом. Мета Росії в этой войне – сломать Украину и через это сломать Европу в целом. Мы уверены в этом. Россия хочет показать, что европейское объединение небыто не может быть эффективным, и что европейские ценности не могут работать для защиты свободы. Мы можем, а уже и должны, спольно сломать этот сценарий. Статус кандидата в члены Европейского Союза для Украины может исторически посилить свободу в Европе и стать одним из ключевых европейских решений первой третины 21-го столетия. Я верю, что это решение станет нашим сильным историческим успехом. Но единого мнения на этот счет, как утверждают источники в Брюсселе, среди лидеров стран ЕС пока нет. Тем временем Польша, главный лоббист украинских интересов ЕС, настаивает на том, чтобы европейские лидеры не тратили время на переговоры с российским руководством, а сконцентрировались на всесторонней помощи Украине. И лидеры Франции и Германии не один раз ездили в Москву и пытались переубедить Владимира Путина. Эта политика компромисса втянется еще со времен оккупации Крыма и Донбасса. И к чему это привело? Путину дали возможность подготовить масштабное вторжение. Почему Украина должна это прощать? Если кто-то из европейских лидеров хочет сохранить Путину лицо, то может сделать это за свой счет. Ну и, пожалуй, главной неожиданностью стало заявление президента США. Джо Байден вдруг вспомнил, как предупреждал Владимира Зеленского о готовящемся российском вторжении заранее, еще в прошлом году. Почему появилось это заявление сейчас, мнения экспертов расходятся. Предлагаю послушать. Я знаю, многие считали, что я преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные, подтверждающие это, что он планировал перейти границу. В этом не было никаких сомнений, и Зеленский не хотел этого слышать, и многие другие тоже. Многие аналитики это заявление связывают не столько с событиями на международной арене, попыткой оказать давление на украинского президента, возобновить переговоры с Россией, сколько снутри политической ситуации США, в частности, падением рейтинга Джо Байдена. Владимир Зеленский на это заявление главы Белого дома ответил в интервью немецким журналистам. Украину не обеспечили оружием и не закрыли воздушное пространство, хотя украинская власть говорила о возможной блокаде Черного моря и просила системы ПВО задолго до полномасштабного вторжения России. Если бы меня услышали, у Украины было бы больше шанса восстановить российское вторжение. В общем, как говорится, обменялись любезностями. Но и это еще не все. На фоне визита лидеров Франции, Италии и Германии в Киев, американские СМИ опубликовали весьма неприятную для Украины информацию из кулуаров Белого дома. Как сообщил телеканал NBC News, Байден не одобрил высказывания госсекретаря Блинкена и министра обороны Остина относительно России, якобы он посчитал их чрезмерными. Байдену не понравилось, когда Блинкен и Остин говорили о победе в Украине. Ему не понравилась их риторика, цитирует NBC News одного из чиновников Белого дома. Кстати, посмотрите ролик о скандальном и теперь уже точно знаковом заявлении Киссинджера, бывшего госсекретаря США. Посмотрите, если еще не видели, что он предложил в обмен на мир. Это видео уже на канале, ссылка в описании. Администрация Байдена все более склонна считать, что война России против Украины вступает в затяжную фазу, и там якобы полагает, что Владимир Зеленский должен менее категорично говорить о нежелании Киева идти на уступки Москве. При этом Белый дом твердо убежден, что Украина должна сама выбирать, на каких условиях должна завершиться война с Россией. И никто в этом вопросе давить на Киев якобы не должен. Правда, это не мешает западным лидерам периодически заявлять о возможных территориальных уступках в обмен на мир или перемирие. Киев пока все эти намеки, начиная с незначительного вторжения, если помните, накануне войны, которая была озвучена Байденом, отвергает. Поэтому надеемся, что никакого ущербного размена не произойдет, ибо последствия для внутриполитической ситуации могут быть просто непредсказуемы. Но это уже другая история, которую мы скоро затронем. Это Система. Я Александр Колодей. Следите за событиями вместе с нами. Мы держим руку на пульсе. Всего доброго. Счастливо.